Продолжаю запись. Сегодня тоже будет последняя. Продолжение следует... 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 Так называемые таксоны, если я не ошибаюсь. Так вот эти таксоны, это как мосты между городами через реки. Короче говоря, по этим мостам, нервным связям, путешествуют нервные импульсы. Вот они отвечают за память. Само память хранится в нервных клетках, чтобы ее вспомнить, нужно, чтобы была связь между нейронами, и нервный импульс, как бы, в общем, воспроизводит информацию, и в конечном итоге мы ее вспоминаем. Эти нервные связи отвечают то же самое за привычки, за негативные, за положительные и так далее. Ученые выяснили, что эти нервные связи разрушаются через 21 день, если та или иная привычка не подтверждается, не повторяется за этот период. Короче говоря, если человек хочет бросить пить, курить, ему нужно тупо 21 день не пить и не курить. Тогда он бросит. Если человек хочет перестать есть, ему нужно 21 день ничего не есть. Но для этого должна быть альтернатива у тела. Тело должно не просто за 21 день перейти на прану, а должно быть к этому переходу подготовленным. Ну, Джек Мухин говорит, что можно за 21 день перейти, не подготавливаясь, но Дмитрий Лапшин отрижает, что лучше подготовиться. Тогда энергия космоса, прана, даст возможность нашему телу питаться именно этой энергией. Посмотрите в ютубе Дмитрий Лапшин охранаед, у него замечательное видео, лекции и его книга «Звук безмолвия». Хорошая книга, но честно говоря, он её из разных источников вырвал и вместе соединил. Но она очень чётко многие вещи объясняет. Мне она понравилась больше, чем даже книга Джек Мухин. Причём не одна книга, а даже несколько книг. Дмитрий Лапшин, на самом чисто научной точки зрения, как это происходит на физическом уровне, описал. А Джек Мухин, там, посредством медитации, вступала в контакт с высшей силой и, таким образом, высшая сила помогла и перейти на правновидение. На это всё описывает. Но одновременно с этим и с научной точки зрения, как это происходит. Ещё есть американский проноед Sunfire, тут так вообще 15 лет переходил. Как в Бога не верят. Ещё есть российская проноедка Зинаина Баранова. Когда я смотрел видео, на этом видео я был за около 7 с чем-то лет, но она очень такая подвижная бабулька. Даже по ней не скажешь, что она бабулька, она говорит, что она до сих пор в репродуктивном возрасте и хочет иметь детей. Поскольку к проноедству она пришла после того, как погибли её дети и муж, если я не ошибаюсь. В общем, она сильно поверила в Бога, после этого стала молиться, читать там разные книги. В общем, она в разные религии, так сказать. А одну какую-то религию она не признаётся разной. Я считаю, это правильно. Потому что если что-то одно выбирать, тогда именно из-за этого возникают воины на религиозной почве. В общем говоря, у неё тоже был контакт с Богом. Вот она говорит, что ей сказали, перестань есть. Потом ей сказали, перестань пить. Так она и поступила. Жас Махин перестала есть, но по-прежнему пьёт кофе. Либо ещё что-то пьёт, может ещё что-то съесть. Она говорит, я приказала тем существам, которые о ней заботятся, что она это ест не для удовлетворения физической пищи, витаминов, белков и тому подобное своего тела, а чисто для своего удовольствия. Таким образом тело должно построиться, но всё равно пытаться справа. Знайна Бранова не йох, Джас Махин йох, Дмитрий Лапшинок тоже йох. То есть они раскручивают свои чакры, таким образом форсируют своё развитие, то есть ускоряют. как бы искусственным путём франу гоняют по телу и таким образом питаются. А вообще, проноеды те, кто питаются энергией солнца. Настоящий проноедов, там где много солнечного света, каждое утро на восходе. Начинают постепенно смотреть на солнце, не моргая глазами или почти не моргая. Таким образом надо вести там до двух часов через определенное время, когда ты чувствуешь насыщение этой энергией. Перестаешь питаться физической пищей. Это именно проноеды. Поскольку в Великобритании там у нас есть солнца нету круглого года в нужном количестве, то люди стали не только проноедовыми, а именно бритарианцами. Бритарианец это от английского слова British воздух, то есть питание воздухом. То есть энергией солнца распространяется в воздухе. Воздух можно вдыхать, таким образом получать проноеды. Но чтобы это происходило с большей эффективностью, надо делать специальные дыхательные упражнения. Проноеды, яма-не-яма, проноеды. Я это всё делал, доходил до пяти минут, не дыша воздухом, на вдохе и полторы минуты на вдохе. Вот, всё это я ещё буду делать, когда буду ещё двадцать дней на переход совершать напрану. У меня эти видео есть, кстати. Я лёжа пять минут мог не дышать. Есть эти видео, и они в открытом доступе. Почтите меня на канале, это было фигураль март этого года. Почтите меня на дыхательные упражнения. 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 Я знаю. Почтите меня на дыхательные упражнения... Продолжение следует... 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 Верх идиотизма, по-твоему... Ну что, врачи порекомендовали твоей тете мясо есть от сахарного диабета, это верх идиотизма... А, это моя СМС-ка, да? Ага, 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 верх идиотизма... Врачи не идиоты, вообще идиотизм это умственное осталось, врачи просто очень жадные, я понимаю... А не, им кто-то там проплачивает эту систему, явно кто-то из темы животноводства, поэтому они рекомендуют питаться мясом... Надо загуглить эту тему, очень интересно посмотреть, что вообще пишут по поводу мяса и сахарного диабета... Но я считаю, что это просто смертельно опасно, да... А, я просто думал... Ну, это надо быть просто врачом, а действительно дебилом... Ну, там другое, там жадно... Слушай, Виктор, я скачал это... MovieMaker, установил... Вот, камера работа... 12-й, 12-й? Да, 12-й, только он на английском языке, зараза, ну да ладно... Короче, камера работает и можно записывать MovieMaker, понял? Но только один час... Ты веб-камерой записывать можешь? Да, да, ну слушай... Короче, пишем только час, не больше, только час... И вот в чем фигня... Я лазил в настройках микрофона и хотел его отключить... Но он меня, получается, он не записывает... Или очень тихо записывает... Но звук там все равно есть... Пришлось бы его потом обрезать и удалять... Это бы тоже время уходило... Короче, я его просто взял и отключил... В результате у меня в настройках... Ну, звука, понял... Именно микрофон, звук... Я когда его нажал и выкал... У меня получилось так, что... У меня вообще ни одно устройство, а микрофон не отображается... Я его теперь не могу включить... А потом, когда стал включать камеру... Получается, камера без микрофона не работает! Представляет? Конечно... Получается, я не могу включить микрофон, пусть бы какой-нибудь уже был, но камера без него не работает. Можно ли? Так ты в устройствах мультимедиа, посмотри, в панели управления, есть панели газа серенькой этой панельки, справа, где часы, там где-то динамичек отображения. Да, так той же динамики, а то микрофон. Правой кнопкой на нем нажимаешь устройство записи, устройство воспроизведения. Вот устройство записи, там микрофон есть. Смотри, динамики и системные звуки. Я искал этот микрофон в том месте, где я его выключал. Я это самое, там просто мне тупо пишет, что ни одно устройство не найдено. Ну вот сейчас я тебе его найду, это не проблема. Так что толку, я сейчас уже с учетом на остановке стою, поршет курды. Я у тебя вот, я вот к чему веду. Я у тебя хотел спросить, можно ли сделать переустановку драйвера микрофона, ну либо звук, не перестанавливая всю винду. Да можно. Вот, это уже хорошо. А зачем тебе драйвер микрофона переустановить, а ты его просто включить должен? Блин, Виктор, я бы его, я бы его включил, так же самое, как я его выключу. Но дело в том, что у меня не отображается ни одно устройство для включения. А, ты бы зайди в диспетчер зажать. Хорошо, давай, пуск. Диспетчер устройств есть, там такая фигня. Короче, на компьютере правой кнопкой. Устройство и... А, на компьютере. Заходи в мой компьютер, нажимай свойства. Просто тупо на свободном месте, я в папке мой компьютер. Бля... Свойства в моем компьютере? А. Это я не понял, мы красные сейчас проедут все, и выключат сирену. А, ты в машине сейчас? Нет, это я возле... Я возле остановки стою. Да не, я жду маршрут. Сейчас я буду брать на живем, нам деревья парить надо. Такая зара, блядь. Эти деревья, чтобы насажали, засыпают, понял? А, нифига себе. Так у тебя там процесс идет, да? А? У тебя там процесс идет, да? Ну, сейчас пока ничего не делаем. Ну, я сижу маршрут, что я сделаю. Понятно, слушай, все элементы панели управления и система, так или нет? Там есть звук, и что-то со звуками, и мультимедиа связано, что там должно быть такое. Короче, ладно, я понял, про что ты говоришь. Короче, оборудование и звук, да? Ну, есть там такое, да. Звук, зайти в звук, вот. Я нажимаю запись, звуковое устройство не установлено. Короче, там, наверное, надо сесть в звук, зайти по Тиму и сделать, потому что я себе так не объясню. А, во-вторых, я сегодня... Ну, короче, завтра уезжаю, то я могу сегодня только вечером сделать поздно, когда буду... Знаешь, если можно перестановить драйвер, может, ты мне скинешь этот драйвер ВКонтакте, а потом... Можно мне скинуть этот драйвер ВКонтакте, я его потом переустановлю. Могу. Ну, давай тогда так и сделаем. Я тебе надеру, я говорю, не могу, я так сделал. А, ну, ладно, давай, тогда я буду на связи, если сегодня получится, она берешь. Хорошо, давай. Ну, у меня зараза пишет, что звуковое устройство не установлено. Ну, давай выехать маршрут, скажем, давай. Хорошо, давай. Хорошо, давай. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...